Городостроители, коммунальщики и депутаты. В этом составе комиссия собирается ежегодно, накануне бюджетной сессии, чтобы определиться и расставить приоритеты в программе строительства и благоустройства на следующий финансовый год. Напоминаю, что в числе прочего на бюджетной сессии утверждается в том числе и наша инвест-программа. Инвест-программа у нас идет по двум направлениям по линии городостроительства, называется городостроительная политика, и небольшая инвест-программа по линии УКХТ. В течение года мы традиционно аккумулировали у себя обращения абаканцев, предприятия, учреждения, организации, которые поступали в адрес администрации города Абакана, в том числе и ДОСы. Специалисты отмечают, если все обращения и заявки перевести в финансовый эквивалент, то они в разы превысят годовой бюджет Абакана. Поэтому приоритеты действительно нужны. Что из предложенного войдет в инвестиционную программу, а что можно пока отложить на обозримую перспективу. Уважаемые коллеги, средств, еще раз отмечаю, предусмотренных на инвест-программы крайне мало. Наша с вами задача проранжировать, определиться с основными направлениями, где мы будем работать на следующий год. Ну и кроме этого, мы обязаны рассмотреть все обращения. Возможно, что-то будем рекомендовать, например, не на 2024, а на 2025 год. Хорошо? Начинаем работу. Обращений было очень много. У нас 128 только официально. Все заявки изучены и представлены на рассмотрение комиссии. Выбирать всегда сложно, потому как по каждому из направлений инвест-программы, будь то ремонт дорог, благоустройство, монтаж линии уличного освещения или же ливневок, ежегодно набираются десятки объектов. Традиционно у нас есть объекты, которые являются переходящими, не включить их мы не можем. Традиционно у нас есть объекты, которые уже забронированы. Это объекты комфортной городской среды, вы про них знаете. Таковых объектов на следующий год, 17, уже с жестким финансированием определенным. Из крупных объектов капитального строительства на территории города Абакана будут строиться два объекта. Это школа на тысячу мест в жилом приеме Арбан, вы про нее знаете. Основное финансирование все-таки же федеральное и региональное, но мы оказываем софинансирование. И несколько обратная ситуация по центру Одиноборск, в котором мы планируем строительство возобновить. Оно было заморожено. Здесь обратная ситуация. Ни региональный, ни федеральный бюджет нам здесь не датируют и не субсидируют. Здесь строительство будет осуществляться за счет средств муниципалитета. Проект муниципального бюджета в середине ноября передан в городской совет. Впереди публичные слушания, депутатские комитеты и согласительные обсуждения. К этому времени комиссия уже должна определиться с рекомендациями по объектам инвест-программы будущего года.